Друзья в жизни, давние соперники на льду. В турнире на Кубок Главы участие принимают четыре команды. Они представляют Искитим и Искитимский район. Возраст игроков разный – от 17 до 70 лет. Самый взрослый, к примеру, в Искитимской сборной Евгений Дрёмов. Ему 66 лет. Турнир однодневный, поэтому решено сутить команды. Если на будущее будем планировать, тогда будем делать уже шесть команд, потому что я знаю Бердск, рвался мы пока, не пригласили их, и Черепановский. Ну, посмотрим по ракурсу. Если будет нормально, у нас сегодня пройдет. То есть на следующий год, возможно, и будем увеличивать не только количество игроков, но и количество дней соревнований. Местная команда постепенно омолаживается. Ветераны Искитимского хоккея уходят. Валерию Баранчикову уже 75. Теперь он больше времени проводит на трибуне. Уверен, что еще много нужно сделать, чтобы поднять местный хоккей на высокий уровень. Я думаю, что сегодня первый-первый столбик забили. Вот сейчас пройдет призловый город. Может быть, они подумают и скажут. Так что поэтому нужно поднимать хоккей. В последнее время мы играем на закрытой, на открытой. Отвыкаем постепенно. От воздуха хотя не хватает. Ну, комфортно очень. Снег не чистить, заливать не надо. Вышел, отдал силы, поиграл. Расслабился и ушел домой. Команды играли по олимпийской системе. Всего в этот день прошли четыре игры. На льду хоккеисты провели около пяти часов. В итоге Кубок главы и золотые медали достались и скитимским хоккеистам.